здравствуйте друзья я очень рад и благодарен что меня пригласили сегодня здесь выступить о чем пойдет речь и кто я такой меня зовут александр я директор по продуктов компании генотек а рассказывать я вам сегодня буду про генетический паспорт это наш основной продукт я постараюсь рассказать как устроена генетическое тестирование персональные днк тесты которые которые наверное уже многие из вас слышали которые набирают популярность я постараюсь обозначить те научные компоненты которые находятся где-то вот бэк-энде внутренняя кухня которая может быть более интересно с научной точки зрения пару слов я скажу просто про компанию про то чем мы занимаемся у нас есть три основных направления первое направление это собственно персональные днк тесты это так называемый генетический паспорт а также тесты которые можно заказывать по отдельности на происхождение на риски заболеваний на какие-то пищевые особенности то что может быть интересно простому человеку который в общем-то ничем не болеет но хочет узнать о себе больше у нас есть отдельно второе направление которое связано с диагностикой наследственных заболеваний и третье направление которое относится к исследовательским проектам сотрудничеством с различными университетами компаниями и так далее эти направления отличаются по технологии если диагностики наследственных заболеваний как правило используется мгс секвенирование экзома а в научных исследованиях самые разные технологии иронейсик метагеномика и так далее то в персональных днк тестах типичная технология это микрочиповое генотипирование собственно да отсюда и далее я буду в основном говорить про те исследования которые происходят с помощью микрочипов и то что мы можем узнать о человеке из таких данных собственно что такое микрочипы и кто ими пользуется ну вот не знаю не сговариваясь совершенно чудесным образом к 2019 2020 году все мировые лидеры в области персонального днк тестирования перешли на одну и ту же платформу это на мой взгляд знаковое событие потому что когда разные компании используют один тот же набор данных это позволяет делать замечательные вещи это позволяет их результаты объединять между собой образовывать консорциум и так далее основным производителем микрочипов является компания илюмина и основная модель которая сейчас в ходу и который пользуются таких компаний как бакс трендами и хэритэйдж family 3d на это микрочип илюмина global screening array сколько сделано тестов сейчас по оценкам порядка 35 40 миллионов людей по всему миру прошли генетические тесты такого рода с помощью вот таких вот микрочипов в чем отличие от секвенирования от секвенирования нгс секвенирование позволяет просчитывать вам геномные последовательность то есть фрагменты участки генома либо экзоны если мы говорим про библиотеки которые используются для экзонного секвенирования либо полный геном когда читается вся последовательность по максимуму в отличие от этой технологии где читаются фрагменты микрочипы смотрят на какие-то горячие точки вот например микрочип global screening array позволяет изучить 650 тысяч 650 тысяч позиций в геноме эти точки выбираются из различных соображений как правило используются какие-то предыдущие знания о том какие полиморфизмы давайте договоримся что слово полиморфизм smp мутация я буду употреблять как синонимы это не принципиально в нашей беседе так вот про какие-то из них мы уже знаем что они связаны с теми или иными заболеваниями мы знаем что есть гены цитохромов которые важны фармакогенетики поэтому мы в них будем смотреть побольше точек чтобы определять тип метаболайзера мы добавим просто случайные точки разбросаем по всему геному чтобы иметь возможность какие-то cnv отлавливать или иметь возможность смотреть на те точки которые ранее не показывали ассоциацию в общем из самых разных из соображений отбирается порядка полумиллиона или миллиона в зависимости от моделей и чипов горячих точек на которые мы хотим смотреть с помощью одного такой одной такой пластинки можно исследовать как правило 24 образца для этого вам нужен вот такой вот прибор фактически это микроскоп сканер в который вы вставляете микрочипы на пластинку наносится днк заранее к этой пластинки прикреплены зонды которые притягивают к себе соответствующие фрагменты днк затем достраиваются нуклеотиды в зависимости от того какой нуклеотид достроился а это зависит непосредственно от того какой нуклеотид был геноме человека тайная точка начинает светиться тем или иным цветом получается вот какая-то такая картинка из которой мы понимаем какие генотипы каких позиций в геноме человека находится и так первый такой чекпоинт с помощью микрочипов мы можем узнать аллели аллельные варианты которые находятся примерно в полумиллионе позиций в геноме человека это та информация которую мы получаем из которой мы дальше работаем собственно вот задача моя мы моей команды в генотеке состоит в том чтобы эту генетическую информацию конвертировать в информацию которая может быть полезна человеку какая информация может быть полезна человеку и как происходит тестирование с точки зрения самого клиента ему приезжает коробочка в которой находится пробирка он в эту пробирку должен собрать слюну слюна замечательно подходит для выделения днк и проведения микрочипового генотипирования но есть люди которые предпочитают сдавать кровь потому что верят в кровь и вообще говоря необязательно проводить микрочиповое генотипирование можно натиквинировать весь геном целиком но это стоит сильно дороже после того как геном человека расшифрован мы соединяем агентические данные с фенотипическими мы в личном кабинете людей спрашиваем про их возраст про их рост вес и многие другие вопросы задаем для того чтобы более точно оценивать их индивидуальные предрасположенности собственно такой на мой взгляд одно из практически самых важных направлений это оценка идеально индивидуальных рисков заболевания помимо этого мы можем оценивать еще и происхождение человека это и несет скажем так меньший практически смысл но интересно для большинства людей целом люди интересуются своим происхождением активно делятся результатами которые они получают про про риски они говорят меньше но в генетический паспорт вконтит консультации многие люди заказывают эту консультацию чтобы лучше разобраться и выбрать какие-то меры профилактики заболеваний скрининга и так далее давайте я не знаю какая у нас сейчас аудитория я буду стараться комбинировать и говорить какие-то вещи очень простые которые очевидны возможно людям с опытом с техническими вопросами которые могут быть более интересным специалистам надо обознать что такое генетический вариант мутация то что я уже упоминал если мы посмотрим на последовательность на геномную последовательность человека то она между людьми будет очень сильно совпадать на 99 9 десятых процентов и так далее но в каких-то позициях у людей будут отличия да вот мы видим что здесь встречается как буковка а так и буковка г эти позиции собственно называется смп single nucleotide polymorphism какие-то из них могут быть ассоциированы на таком игрушенном примере можно как-то предположить что буква c может быть ассоциировано с ранним выпадением волос собственно на микро чипы как раз таки наносятся те варианты в которых как правило есть большая изменчивость между различными индивидуумами с тем чтобы в частности понять а какие мутации с какими признаками связан да это мы плавно подбираемся к одной из тем сегодняшней беседы живас исследований полногеномный поиск ассоциаций конечно выпадение волос это неприятно но есть вещи гораздо гораздо по страшнее это заболевания которые зачастую приводят и к летальному исходу тоже вот здесь вы видите в табличке некоторые заболевания с их частотой встречаемости и наследуемостью вот так примитивно наследуемость можно понимать как вклад генетики в этот признак то есть нас признак определяется генетической предрасположенностью и образом жизни человека эти оценки в правой колонке они получены по близнецовым исследованиям согласно ним например коронарная недостаточность достаточно частое заболевание наполовину наследуется наследуемость подагры по разным оценкам может быть больше 50 процентов достигать 70 10 не приведена например шизофрения у нее наследуемость порядка 80 процентов такой сильный наследуемый признак понятно что есть моногенные заболевания для которых можно грубо сказать что у них наследуемость сто процентов если есть мутация есть заболевание нет мутации нет заболевания так вот а что делать с мультифакторными мультифакторными надо понять какие мутации надо анализировать чтобы оценивать их риск например экраном недостаточности можно увидеть что когда-то да вот нашли пару ассоциаций какие-то мутации были статистически значимо связаны с этим заболевание шло время увеличилось увеличилось количество проведенных анализов и оказалось что надо смотреть не 250 потом показали что модель из пятидесяти тысяч она еще лучше работы наконец наступил 2018 год и замечательный ученый амид кера такой переломная статья вышла в которой он рассматривал 6 заболеваний среди которых была и коронарная недостаточность в том числе было показано что на их данных самую лучшую предсказательную силу имела модель которая учитывала 6 миллионов генетических вариантов ну то есть практически максимум информации которую мы можем вытащить из микрочипов сейчас я объясню как 650 тысяч превратились 6 миллионов чуть позже так вот если мы будем учитывать то мы получим хорошую предсказательную силу причем сейчас это зашло достаточно далеко и эти модели оценки коронарной недостаточности они уже начинают действительно внедряться вот прям клиническую практику и в сентябре в британии national health system запустила такой проект и в клинике в которой сам амид кера работал тоже это внедряется то есть мы сейчас находимся на таком переломном моменте когда из просто исследование которые позволяют опубликовать статью мы переходим к построению моделей которые с помощью генетического теста позволяют оценивать индивидуальные риски так что это выгодно как человеку так и в целом экономике страны поскольку люди меньше болеют более правильно лечь это снижает целом нагрузку на системы здравоохранения как строятся эти модели я вам хочу рассказать о том что такое полигенные скоры которые сейчас набирают просто сумасшедшую популярность огромное количество статей по ним выходит и по моему уже во всех больших институтах лабораториях есть группы ученых которые этим занимаются давайте введем такие условные обозначения чтобы понять идею которые находятся позади полигенных скоров мы геном человека будем обозначать вот такими вот прямоугольничками серым будем обозначать варианты про которые мы что-то не знаем а красными прямоугольниками будем обозначать те аллели те варианты которые по нашей информации повышают риск то есть они увеличивают риск возникновения заболеваний тут наверное сразу надо сказать что все устроено сложно есть редкие мутации которые могут сильно повышать риск какого-то заболевания например часто они даже не имеют свои имена есть мутация лейдена в гене f5 который встречается у одного процента русских одного двух процентов и в несколько раз повышает риск тромбозов но в несколько раз там в 35 это много но она редкая есть еще более редкие мутации которые связаны семейно-гиперклественными и так далее которые еще сильнее повышают риски различных заболеваний но не еще более редки и в целом чем более частая мутация чем чаще можно встретить в популяции аллельный вариант который повышает риск тем более ожидаемо что эффект будет маленький и в целом в целом мы пришли уже к тому что нам необходимо учитывать большое количество маленьких эффектов чтобы оценить риск заболевания 6 миллионов s&p с эффектом близким к нулю дают какую-то предсказательную силу как строится полигенные скоро для начала нам надо понять а какие варианты вообще связаны и как с заболеванием для этого проводят живас исследования дживас это дженом байт ассоциейшн стади полный геномный поиск ассоциаций что для этого делать берут две когорты здоровых и больных давайте рассматривать ту же самую коронарную недостаточность и геномы расшифровываются то есть в определенных позициях мы для каждого человека знаем какой у него генотип и затем мы начинаем их между собой сравнивать то есть мы берем одну конкретную позицию и смотрим какие аллели там встречаются допустим там есть замена а на г мы смотрим с какой частотой г встречается среди здоровых и с какой частотой г встречается среди больных если г существенно чаще встречается среди больных то есть они представлены там мы можем делать какие-то выводы о том что этот полиморфизм этот с ним генетический вариант связан заболевания но совершенно справедливо что на заболевание могут влиять и другие факторы индекс массы тел возраст пол да и популяционная принадлежность тоже человека много на что влияет поэтому от простой стран от простого сравнения частот люди переходят более сложным моделям они для каждой позиции в геноме по сути фитит обучают модель линейной или логистической регрессии в зависимости от того какой признак мы рассматриваем если это 0 1 болен здоров то это логистическая регрессия если это например уровень билирубина то это линейная регрессия и внешние переменные такие как полвозраст и так далее включается как ковырят в итоге мы получаем для каждой исследуемой позиции в геноме коэффициент бета из линейной или логистической регрессии соответствующие пивелью которая возникает из проверки гипотезы о том что это коэффициент нулевой или отличен от нуля и мы можем посмотреть в целом на все наши генетические варианты и понять а какие из них ассоциированы заболевания я обещал рассказать вам как из 650 тысяч взялось 6 миллионов это важная процедура она называется импьютинг или импьютейшн идея простая и заключается в следующем у нас есть микрочипы которые смотрят на какие-то конкретные позиции в геноме и у нас есть большая референсная панель из полных геномов где помимо этих позиций трех допустим исследуется и соседние с ними и мы можем вывести некоторые закономерности мы можем увидеть что например если в этой позиции стоит а то справа от нее всегда встречается т а если стоит то справа всегда встречается c соответственно когда у нас есть прореженные микрочиповые данные мы их можем достроить то есть мы видим а приписываем справа т видим т приписываем справа c и так далее это объяснение на пальцах того что такое импьютинг на самом деле там конечно очень большая наука потому что там как бы вот такое соответствие оно не всегда взаимно однозначное с какой-то вероятность вы будете видеть один нуклеотип с какой-то другой референсные панели разные в разных популяциях разная сцепленность на самом деле когда попал в это комьюнити сберовская как раз таки задачка которая формулировалась она была примерно про это про то что у вас в геноме есть мутации которые сильно друг с другом скрелированы вот есть модели которые по этой скоррелированности умеют восстанавливать недоблюдаемые позиции в геноме но из-за того что это соответствие редко взаимно однозначное чаще на какое-то вероятностное там используются скрытые марковские модели есть отдельное направление работа которые оптимизируют использование этих скрытых марковских моделей потому что размеры референсных панелей сейчас уже составляют сотни тысяч полных геномов и тестируемые выборки тоже велики и все это посчитать даже на ходу кластере занимает часы и дни и это тоже некоторые проблемы с которой приходит бороться вообще импьютинг это очень важная тема она позволяет между собой сравнивать анализы геномы сделаны на разных микрочипах отдельное направление исследований я если честно не знаю никого в россии кто этим занимался бы хотя по моему важно и здорово так вот это необходимая процедура которая сейчас уже входит во все титариалы по выполнению gvas анализа мы ее делаем получаем как раз таки из 650 тысяч точек и 68 миллионов просто за счет того что мы для каждой точки восстановили те точки которые находятся в одном класс 3 ст и дальше вот эти вот замечательные манхэттен плоты это способ визуализации которые придумали как я понимаю вот как раз таки под gvas исследования я говорил что для каждой позиции в геноме у вас есть пивелью которая соответствует по сути гипотезе о том что коэффициент нулевой или не нулевой если мы возьмем логарифм пивелью чтобы все как-то растянуть по си грек и минус для того чтобы нас все смотрело вверх мы увидим что те точки которые наиболее ассоциированы в которых мы максимально уверены в том что они связаны с нашим признаком они будут максимально высоко те точки которые не ассоциированы они будут вот где-то внизу болтаться почему здесь возникают дорожки ну потому что если у вас есть какая-то ассоциированная . рядом с ней находятся точки с которые с ней сильно скоррелированы просто из-за эволюционных процессов и они будут иметь похожие пивелью похожий эффект и чем дальше мы будем отдаляться тем этот эффект будет убывать таким образом мы видим вот такие вот дорожки манхэттен под потому что похоже на небоскребы по мнению некоторых людей здесь важный момент это то что мы по сути последовательно проверили 6 миллионов 8 миллионов гипотез для каждой из них получили некоторые пивели нам ну как вы видите большое количество пивели меньше чем любимый порог 0.05 поэтому нам надо сделать коррекцию на множество и сравнение она делается обычно с помощью поправки на троне и есть такое понятие полный геномный уровень значимости здесь он обозначен пунктиром это 5 на 10 минус 8 вот если у вас есть некоторая мутация которая достигла пивели который меньше чем этот порог вы видите выше этой линии ну вот можете ее репортить в своих результатах как найденная ассоциация хочу рассказать на примере который которым мы имеем непосредственно отношения сначала пандемии с началом пандемии давайте так скажу пандемия она придала достаточно сильный импульс толчок можно можно я спрошу все таки вот если на предыдущий слайд но это это было не про полигенные скоры насколько я понимаю это мы идем к полигенным скорам а мы да смотрите я тут тут логика такая нам сначала надо на каких-то огромных больших выборках понять как тот или иной генетический вариант связан с каким-то признаком за это отвечает жива соследования она отдельно тестирует каждый полиморфизм дальше мы находим в каких генах они лежат и идет функциональный анализ и так далее а затем мы берем эти результаты результат ассоциации по сути мы берем эффекты для каждого полиморфизма и пытаемся из них построить модель и протестировать ее на нашей выборке я чуть позже расскажу как это выглядит и что получается да я хотел просто как пример 20 показать результаты с консорциумом по коронавирусу консорциум был в прошлом году создан в него вошло достаточно много 40 40 с лишним лаборатории исследований и мы тоже в него вошли единственные из россии идея была достаточно простая есть много лабораторий где есть геномы людей переболевших коронавирусом и людей которых про которых мы ничего не знаем или геномы тех кто болел очень тяжело или тех кто был госпитализирован каждая лаборатория на своей стороне согласно заданному протоколу провела полный геномный поиск ассоциаций жива с анализ для каждой мутации получили результаты и затем отправили их в общую корзину не сами геном а именно вот уже статистики это называется summary statistics результаты этих исследований свалили все в одну корзину провели мета-анализ и вот получились такие два манхэттен плота это для тяжелого течения и для заболеваемости и были найдены порядка 13 локусов которые были статистически значимо ассоциированы с этими признаками очень крутая инициатива и на тот момент это был по моему крупнейший в мире вас которое вошло больше двух миллионов людей помимо этого есть отдельное направление с помощью вот этих эффектов вы получили например эффекта для одного признака у вас есть другой вас есть эффекта для другого признака вы можете между собой сравнить эти эффекты понять насколько у вас эти признаки генетически скоррелированы если есть большая составляющая общая генетическая компонента то вы ожидаете что эффекты одних и тех же маркеров будут не только одном направленном но еще и соизмеримым по эффекту ну и соответственно вы можете посчитать генетические корреляции понять что там масса левой руки сильно коррелирует генетически с массой правой руки и менее очевидные генетические корреляции между какими-то сердечно-сосудистыми заболеваниями психическими расстройствами так хорошо вот эта схема которой я минуты ранее говорил как у нас все построено у нас есть сначала микрочиповое генетипирование где нам просто надо сгенерить генетические данные затем мы берем когорты больных и здоровых генетипированные и каждый генетический вариант тестируем в отношении этого признака получаем p-value эффекты и так далее затем мы из этих данных каким-то образом конструируем скорр я вынужден вас возможно некоторых разочаровать но полигенный скорр это просто линейная сумма соответственно бета это те эффекты из регрессии которые у вас были изначально x и ты это количество какого-то нуклеотидов какой-то позиции то есть x и ты принимает на самом деле значение чаще всего 012 сколько у вас альтернативных аллелей в локусе вы строите этот скорый для какой-то когорты считаете его для каждого человека затем смотрите как отличается распределение здоровых контролей от больных и в какой-то хорошей ситуации для признака хорошей наследуемостью для признака для которого был проведен дживас на достаточно большой выборке вы видите что у вас эти распределения расползаются то есть вы с помощью этой модели с помощью спора сможете хорошо контролировать и выделять людей которые группе риска ну на самом деле конечно там есть определенная наука конечном итоге да у вас получается линейное суммирование с весами но как выбрать эти позиции на которые смотреть и самое главное как победить скоррелированность что делали раньше вот у вас есть глаз вот у вас есть я вижу здесь пять локусов геноме которые статистически значимо ассоциированы заболевания если мы возьмем эти пять локусов поставим их формулы посчитаем по ним скоро мы скорее всего объясним меньше одного процента изменчивости признака потому что да эти маркеры ассоциированы мы это ассоциации увидели но их эффект малый в силу ограниченности первичного дживас исследования многие маркеры которые ассоциированы с признаками они находятся где-то здесь ниже уровня значимости если у вас плавает айсберг то и большая часть его находится под водой соответственно что мы делаем ученые говорят давайте мы вот этот порог полногеноменной значимости вот для наших целей для построения полигенного скоро понизим и включим не 5 маркеров а 50 и посмотрим что получится понизили а получилось лучше давайте еще понижать понижаем еще лучше понизили еще сильнее столкнулись с проблемой что попали ты на самом деле самом начало столкнулись проблемы что попали с коррелированные точки то есть если у вас две два снипа находится очень близко в геноме они имеют высокий шанс быть сильно скоррелированы раньше мы такие снипы выбрасывали а теперь мы говорим давайте мы оставим оба у них не стопроцентная корреляция они все-таки какую-то независимую компоненты друг от друга имеют оставим их оба но как-то перезвесим коэффициент перезвесили коэффициенты включили больше маркеров стало еще лучше и все большинство алгоритмов построения полигенных скоров они так или иначе сводятся к этой идее понижать порог вхождения тех генетических вариантов которые включаются и как-то бороться с корреляцией самый простой способ постепенно понижать порог и выкидывать все скаррелированные оставляя независимое более продвинутый способ это учитывать различные варианты перевзвешивать коэффициенты веса с которыми они суммируются с учетом корреляции здесь на самом деле есть и байсовские методы тут называется sbis и если кто увлекается математикой теории вероятности наверное слышали да и машин ленингом про лассо где вводится регуляционный член в сумму который который добавляет пеналти за большое количество ненулевых коэффициентов и есть похожая вещь называется лассо сам которая строит полигенный скор исходя из этих соображений так или иначе в конечном итоге все вот сводится к этой формуле и современные исследования они как раз направлены на построение методов которые это лучше делают и одна из проблем одна из проблем с которыми сталкиваемся это то что коллекционная структура скоррелированность разных популяциях разное это что вы в первичном дживас исследовании видели одну структуру а когда начали стоить пересетом другая структура у вас получился хуже скоро который был обучен на европейцев будет хуже работать на африканцах дальше а что с этим мы собственно делаем мы берем людей про которых мы ничего не знаем у нас есть рабочий скор который вот был обучен по тем живососледованием о которых я говорил мы генетипируем их и смотрим на то какие у них есть варианты синенькие варианты это хорошие варианты красные это плохие причем тем чем более чем более насыщен свет цвет тем больше эффекта метод полиморфизм мы внутри человека с нужными весами просуммируем эти генетические варианты отсортируем людей у нас будут люди у которых много синих вариантов у них условно хорошая генетика будут люди у которых много красных вариантов у них плохая генетика и если мы получим такую шляпу то есть людей у которых условно среднее количество будет побольше а по краям распределения вот будут счастливчики и несчастливчики и собственно подход заключается как раз таки в том чтобы просуммировав нужной аллели с нужными весами получить некоторую метрик полигенный скор который позволит нам у людей расспасифицировать на группы на людей у которых хорошая генетика и можно не беспокоиться об этом заболевании но что более важно мы выделяем группу людей с большим количеством а повышающих риск аллелей посмотрим на реальных данных как это работает вот мы взяли некоторую подвыборку из своей когорты в ней почти 41 тысячи людей у которых которые согласились принять участие в исследовании про которых мы что-то знали по анкетам из них в частности из анкет мы знали что из этих сорока одной тысячи у нас есть почти полторы тысячи у людей которые людей которые сказали что у них гипертензия гипертония почти 300 людей с диабетом 2 типа подагра и псориаз на самом деле эти заболевания плюс-минус выбраны случайно никого здесь нету умысла мы для каждого из заболеваний взяли некий полигенный скор который был опубликован ранее чтобы избежать избежать скажем такого фитинга мы взяли скоры которые были раньше в публикациях например скорка псориаза он связь простой в этом смысле отношения она не сильно полигенная в нем всего 38 снепов мы посчитали скорпу этим 38 снепам и разбили людей на группы по соответствии со скором группа людей которых 10 процентов самых малых значений скоро группа людей которых наоборот самое высокое значение скоро 10 процентов ну и здесь по 20 50 и 20 процентов и мы видим что по отношению когорте с хорошей генетикой в когорте с плохой генетикой перепредставленность людей больных псориазом в более чем двенадцать раз то есть условно если вы по генетике попадаете вот в эту когорту вправо в топ-10 процентов то риск эти пассориаз больше чем в двенадцать раз чем у людей с хорошей генетикой это достаточно много достаточно высокий риск и для подагры здесь эффект четыре с половиной раза по отношению вот людям с хорошей генетикой по диабету второго типа и гипертензии эти рисковые модели работают похуже и размер эффектов там гипертензии например всего 175 с одной стороны с другой стороны в определенном возрасте гипертензия встречается с частотой 20-30 процентов и иметь риск 20-30 процентов или иметь риск 40-60 процентов в этом есть определенная разница это отдельная тема как 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 кого из людей считать группе риска и кому какую терапию назначать это тоже можно делать на основании принципа эквивалентности но что я хотел этим сказать это я хотел сказать что мы взяли модель которая была ранее обучена на европейцах она построена диабет 2 типа входило тысячу маркеров она была построена по европейцам мы взяли совершенно независимый когорт вообще говоря даже из другой популяции русские все-таки генетически отличаются европейцев там можно увидеть отличия и мы их модель применили к нашим данным причем эти данные они заведомо шумны когда вы задаете вопрос человеку какими заболеваниями вы болеете он во первых может не захотеть вам отвечать он может захотеть вам соврать он может не знать про заболевания может не помнить то есть наверное мы можем верить что если человек сказал что у него есть диабет 2 типа он знает и вряд ли будет об этом врать но среди тех людей которые не сказали что у них диабет 2 типа наверняка есть диабетики соответственно даже на таких шумных данных мы видим что эти модели работают и мы можем вправе ожидать что на более чистых данных они будут работать еще лучше а для чего это все делается это все делается для того чтобы выделить группу людей с высоким риском правило ученые не заморачиваются берут топ-10 процентов можно подходить более интеллектуально и для этой группы уже рекомендовать какие-то меры профилактики да если у вас пример сензурены если есть высокий риск рака молочной железы можно как вариант удалить молочной железы если у вас высокий риск подагры то вам наверно стоит как-то пересмотреть вашу программу питания и возможно как-то изменить рацион мясо и так далее вот собственно наши тесты они так и построены в результате получается не просто процент вашего риска а группу которую мы вас отнесли и какие-то рекомендации что с этим можно дальше делать возможно сдать какие-то анализы раньше начать скрининг еще один пример это наша недавняя работа опубликованы буквально месяц назад или два с димой борисеевичем который когда-то работал в генотеке сейчас защитил степень по университете компенгангена история про индекс массы тела собственно помимо генетики то мы знаем что на различные заболевания влияет и образ жизни а и было им предложена модель он построил полигенный скор который оценивает предрасположенность к различным уровням индекс массы тела опять же по оси x бины по полигенному спору 10 процентные а бог споты показывают распределение людей в этом бине их индекс массы тела индекс массы тела это рост деленный вес деленный на квадрат роста и от 20 до 25 это аля норма 25-30 это уже такая стадия предожирения свыше 30 это уже прямо жирение и мы во первых видим что полигенный скоро работает да если здесь у людей с хорошей генетикой в среднем 23 а у людей с генетикой похуже в среднем больше 28 то мы видим что еще влияет например такой показатель так физическая активность и там есть собственно статья посвящена тому что есть нелинейный эффект грубо говоря если у вас плохая генетика это плохо если вы физически пассивные это плохо но если вы одновременно и с плохой генетикой и физически пассивный то эффекты перемножаются и дается еще большие негативные компоненты тот случай когда один плюс один равно 3 ну и мы видим что вообще говоря по физической активности это тоже дальше достаточно большой прирост в индексе массы тела как потенциальное использование это считать у человека индивидуальную предрасположенность и заставлять его приседать я буду уже наверное завершать так получилось что я говорил в основном про здоровье и наверное хорошо про происхождение тогда не буду рассказывать и если будет желание потом отдельно можем поговорить я говорил пока что все достаточно в оптимистичных тонах но все конечно же сложно даже самое та же самая коронарная недостаточность не работал до тех пор пока выборки не стали миллионами и есть проблема так называемые missing heritability она заключается в том что есть исследование близнецовые которые оценивают наследуемость вот синие бары оценивают наследуемость различных заболеваний и поведенческих особенностей по близнецовым исследованиям и мы можем оценить условно ту компоненту наследуемости которую мы с помощью с непов частых мутаций объясняем мы видим что она очень сильно не дотягивает ну разве что а и в детстве как-то так выбивается она не дотягивает до объясненный нас о до той наследуемость которую бы мы хотели видеть есть миллион разных причин почему это может так быть и малые выборки и смотрим на те полиморфизмы и эпигенетика и вообще неправильно близнецовые исследования оценивают но я наверно обращу внимание на один из возможных одну из возможных причин это редкие мутации полигенный скор он по построению из-за того что в вас и как правило проходит только частые мутации с частотой больше одного процента полигенный скор который строится по вас он автоматически не может учитывать редкие мутации и на первом графике это график построенный компании мире вы видите что происходит у людей которые являются носителями мутации например в гений берсей 1 вообще говорят что женщину которой есть мутации в гений берсей 1 у неё к 80 годам риск развития рака молочной железы составляет 70 80 процентов но мы видим что эту оценку можно уточнить если учесть полигенный скор то есть точечная оценка находится где-то здесь а разброс от там 55 до 95 дает полигенный скор до мутации в гений чек 2 тоже плохо этот оля 20 процентов но вероятность может быть снижена даже до нормы если у вас по пересу по полигенному скору хороший риск другой пример есть та же самая мутация лейдена который я упоминал который повышает в 23 раза два это данном исследовании в гений в 5 есть такая же день им 2 она в три раза повышает риск тромбоза в тромбоэмболии у людей и часто идет ну смотрят вот вы приходите вам ставят пациент на мутацию и так что говорят о вам нельзя оральный контрацептив или о вам надо быть очень внимательны во время беременности но если мы рассмотрим полигенный скор который включает 300 вариант более частых с меньшим эффектом но тем не менее он будет соизмерим по эффекту и он будет состоять из маркеров из других генов то есть по идее если мы смотрим мутацию гений 5 и уделяем и такое внимание мы должны такое же внимание уделять полигенным скоро мы приходим в общем-то достаточно логическому заключению что нам помимо полигенных скоров надо учитывать еще и редкие мутации но на самом деле микрочипы это тоже позволяет делать на них они нанесены и многие почему-то думают что нельзя с помощью микрочипов смотреть редкие мутации это не так можно и относительно неплохо и относительно полно в смысле покрытия так что это можно и нужно делать давайте я подведу какие-то выводы мы поговорили с вами о том какая идея какая схема исследования есть когда мы хотим оценить риск мультифакторных заболеваний здесь стоит том что нам необходимо сначала провести глаз понять какие гены как на что влияет какие мутации в них нужно учитывать затем постарается постараться построить полигенные споры которые аккумулируют большое количество генетических вариантов в разных генах с малым эффектом и на основании этого выделять людей в той или иной группе риска это уже сейчас используются в практике мы понимаем что для качественного оценки оценки риска нужно не только генетическую составляющую учитывать но и образ жизни человека его анкетные данные ну и здорово если бы это все можно было бы сделать с помощью одного анализа собственно то что мы делаем это как раз таки попытка сделать генетический паспорт который позволит провести один анализ ответить построить полигенные споры ну вот сейчас мы считаем по порядка 150 заболеваниям ведь на этом же микро чп на этом же анализе мы смотрим редкие мутации которые позволяют определять носительство наследственных заболеваний комбинировать их в общую модель как это с раком молочной железы например ну и можно так продолжить еще более красивую историю сделать допустим мы нашли мутации семейной гиперхолестериномии человека очень высокий холестерин а это приводит к риску коронарной недостаточности таким людям показаны пить статины мы открываем fda или справочник фарма gkb где сказано что вот есть такая мутация если она там определенный генотип то человеку статины противопоказано или ему нужно выбрать другие статины и эту же мутацию можно посмотреть в генетическом паспорте и когда мы уже переходим к лечению даже заболевания ли к его его предупреждению то мы можем использовать те же самые данные чтобы подбирать правильную терапию лекарства вот я думаю на этом я остановлюсь и буду очень рад как-то с побеседовать ответить на ваши вопросы спасибо большое вот так не стесняемся задаем вопросы у кого есть у меня много вопрос я могу начать алексей а вот да если позволите огромное спасибо за материалы подскажите а можно ли с помощью технологии определять фенотипические признаки человека к примеру цвет глаз форму ушей носа и так далее либо это все таки нацелено больше на явление либо заболеваний а можно я давать такую очень может быть громкую фразу брошу но она на самом деле на 90 с чем-то процентов справедливо вот если у вас есть какие-то признаки за которые отвечают относительно частые мутации например как то цвет глаз там порядка четыре четырех пяти мутации достаточно чтобы неплохо определять по крайней мере голубоглазость или кариглазость цвет волос там побольше кучерявость волос mcmr1 да это веснушки ген и так далее эти мутации скорее всего на с помощью микрочипа можно подтянуть и да вот с помощью микрочипов можно хорошо определять фенотипические особенности в виде внешности и на самом деле ну сейчас же часто говорят про то чтобы собирать геномы людей криминалистике это используется вот не обязательно делать пцр панели из 30 маркеров можно сделать один чип и вытянуть и этническое происхождение человека и не популяционную принадлежность и его про его внешность тоже что-то узнать спасибо если позволите еще один вопрос конечно а сколько нужно вот полногеномных секвенирований для анализа чтобы можно было четко говорить о закономерности допустим диабету там так далее то есть вот какой должен быть первый пул данных для того чтобы четко вот эти вот закономерности определить ну вы во первых уточню что если речь идет про глаз это обычно подавляющее большинство глаз это микрочипы они полногеномное секвенирование потому что полногеномное секвенирование это дорого даже на западе сейчас если говорить про размер сильно зависит от признака на самом деле там если мы возьмем псориаз сильно наследуемый то там нескольких тысяч людей может наверное вполне хватать если говорить про сложные признаки как гипертония то количество людей это должны быть сотни тысяч а то еще и больше я бы сказал что есть такое мнемоническое правило что чем условно дальше фенотип от каких-то внутренних механизмов тем больше нужно размер выбор нужен больше размер выборки лучше всего там работает глаз и на малом количестве образцов по каким-нибудь биохимическим показателям крови а хуже всего по различным психиатрическим заболеваниям потому что у вас это заболевание оно может иметь кучу разных механизмов возникновения еще и часто диагнозы между собой путаются и чем условно больше ручейков впадает в эту реку и вы стоите уже где поток реки широк то тем больше вам нужно сэмплов чтобы отловить ассоциации и построить хорошей модели спасибо понятно . типового такого минимума нет допустим нужно взять 1000 2000 всегда для каждого нужно ну как всегда это же стандартная история когда вам нужно оценить размер выборки обычно это делают так вы смотрите на похожие следовали на похожие признаки и видите какие там были эффекты вы и частоты вы говорите я предполагаю что в моем признаки такие же эффекты например там условно в тех же самых бета там я ожидаю бета 01 р равный двум и частота маркера такая-то и бас у вас калькулятор считает какой размер выборки вам необходим для того чтобы с поправкой на множественность отловить эту ассоциацию но правильно будет сказать что хорошие модели будут получаться на сотнях тысяч и бросок и в этом смысле сложно ожидать что какая-то одна конкретная лаборатория позволит себе такое полномасштабное исследование поэтому все объединяются консорциумы объединять данные проводят мета анализы и уже по факту по результатам получают какие-то хорошие результаты понятно спасибо спасибо еще вопросы я показал может быть вопрос от себя но это уточняющий вопрос вот о том что алексей спрашивал а если насчет вот фенотипических признаков цвет глаз роста есть вот такая прям у какая-то таблица что вот такие-то признаки за рост и ожирение вот упоминал вот по таким-то с ним по мы предсказываем и ну и и как бы насколько это известно то есть если какие-то открытые вопросы что люди хотят понять но вот еще не поняли ожидают что поймут в течение ближайших 5 лет а вот что-то ну вообще непонятно ну смотрите давайте так по порядку начну отвечать во первых есть два ресурса они один называется javas каталог другой называется javas central которые в себе собирают аккумулируют информацию из всех возможных javas для того чтобы по сути создать базу что вот у меня есть такой признак и вот я смотрю все мутации которые с ним связаны такое есть дальше люди думали хорошо вот у нас есть такая база по сути у нас есть мутации давайте их там просуммируем и будем считать скоро оценивать риск заболевания нам это нужно в практике на самом деле любой признак хочется уметь предсказать ну потому что это там никогда не знаешь где тебе пригодится там врачи хотят предсказывать риск инфаркта и спортсмены хотят тренеры предсказывать риск внезапной смерти того что человек умрет на поле а еще не хорошо бы понять насколько он целом агрессивный из какой отчаянностью он пойдет в подкат у каждого свое и все это интересно предсказывать поведенческие особенности в том числе но казалось так не работает поэтому стали вот строить полигенные скоро по сути полигенные скоро это история когда мы отключаем биологическую голову а пытаемся просто с помощью по сути машин ленинга и статистики построить модель который будет хорошо работать непонятно как но хорош предсказательной силы вот и появилась база полигенных скоров он называется pjs каталог там можно увидеть скор там для каждого скоро еще часто пишут ауки и вас они сильно разочаруют когда вы их увидеть часто эти ауки на уровне там 0 6 и что это не годится для хороших диагностических моделей и по многим заболеваниям ну просто видно что нету хорошей модели ее нужно получать а дальше идет история про то что даже если мы оценили риск того же диабета этих диабетов бывает пять разных типов если мы хорошо сможем их между собой отделять мы сможем там более эффективно лечить человека давайте отделять разные типы картинка с миссинг хиритабилити наглядно показывает что еще очень много из того что дает генетика но нам непонятно недоступно и в этом отношении надо работать и работать можно по-разному можно тупо увеличивать размеры выбора последнее время те по крайней мере те люди на которых я подписан в твиттере они говорят что но это не самый правильный путь они говорят давайте мы лучше как то что есть по анализирую можно по-разному анализировать полигенные скорого те которых я говорил прямой метод он статистически просто пытаемся по ну по определенному модели машинного обучения построить предсказательный инструмент а мы можем брать биологические данные мы можем посмотреть на глаз и выбрать не просто какие-то снипы которые как там были ассоциированы а те снипы про которых мы что-то знаем про их функциональную значимость что они связаны с диктель маркерами так далее в общем фронт работ достаточно обширен на самом деле я заканчиваю уже долгий ответ получился немного был удивлен тому что ютей биобанк это самый скажем так крупный датасет нашей области который контрибьютит различные результаты данные на котором это все получается где 500 тысяч образцов очень подробно описанных фенотипически по сотням показателей из геномами они для каждого из этих условно 500 признаков обучили опубликовали скоро ну вот буквально не да и при том что это можно было бы сделать уже достаточно давно и есть куда расти спасибо еще вопросы еще пока люди думают а можно да вот этот вот слайд там где потенциально вот это да можно еще раз пояснить как это рассчитывается а как это как это рассчитывается ну как на пальцы как считается наследуемость по близнецам берет одно яйцевых близнецов и не одно яйцевых близнецов подняться в близнецов них и сряда и генетика одинаковые потому что они одна яйцевый ну и потому что они растут в одной семье у других близнецов у них генетика как уровню брата и сестры но при этом среда все равно одинаковая и за счет того что мы смотрим как часто возникает то или иное заболевание тот иной признак среди от них близнецов среди других близнецов мы по нехитрой формуле можем оценить какой вклад дает именно генетика какой вклад дает среда и это некоторая оценка сверху того как много мы можем предсказать по генетике да например не знаю какое одиночество можно выбрать скорее всего это по какому-то опроснику определяется есть шкала одиночества вот мы видим что наследуемость одиночества по близнецовому исследованию это 37 с половиной процента дальше мы взяли и привели какой-то дживаз набрали людей с гибнотипами они заполнили опросник мы в качестве признака рассмотрели это шкало одиночества и с помощью это называется ld score регрессия попытались оценить по сути тот же самый показатель а точнее какую долю от него мы можем объяснить с помощью тех генетических вариантов которые мы смотрим в вас и увидели что это там всего лишь 7-8 процентов немного грубо говоря так может быть будет более понятно аналогия с линейной регрессии у вас есть y и у вас есть какие-то фичи которые его предсказывают у y есть дисперсия мы с помощью фичей предсказываем эту дисперсию снижаем и там считается р квадрат например доля объясненной дисперсии и мы видим что в хорошей модели это за 90 процентов может улетать а в плохой модели объясненной дисперсии будет меньше десяти процентов вот этот слайд показывает что те модели которые построены по частым снепам они объясняют лишь малую долю изменчивости причем мы из близнецовых исследований знаем что изменчивость этих признаков с помощью генетики можно объяснять сильно лучше такая философия да понятно спасибо но все-таки такая получается очень большая поэтому графику вот смотри смотри а здесь этот график он по поведенческим особенностям психиатрии так далее с ней все сложно вот ты спрашивал где все плохо вот здесь все плохо я не могу сказать что по другим заболеваниям сильно лучше но вот например диабет первого типа первого типа который детские условно там аук больше 0 9 для каких-нибудь подагры и псориаза аук больше 0 8 ну это вполне себе хорошие результаты там все работает неплохо вот еще в чате вопрос есть насколько точно можно определить национальность ну смотрите тут обычно есть когорты ученых и людей которые вот они просто очень возбуждаются когда слышу что по генетике определяется национальность я я не не из их компании спокойно как бы просто надо расставить точки на национальность это обычно то что прописано в паспорте она как бы что написали то той той национальность есть техническая принадлежность это в общем-то социально культурное понятие зависит от того в каком обществе как воспитывался человек какие у него культурные привычки особенности этого собственно есть популяция такой термин более биологический а и на самом деле наверное максимально связаны непосредственно с генетикой и часто эти понятия путают но в этом на мой взгляд нет нас принципиально ничего страшного потому что все вещи очень сильно с коррелированными там если ты этнический русский то ты по и по национальности будешь скорее всего русским из популяции русских у тебя паспорт гражданина рф а если ты болгарина то наверное и этнос у тебя болгарский нет здесь проблемы есть придирки к терминологии вот если говорить насколько точно мы можем по генетике определить принадлежность человека к той или иной популяции или к тому или иному этносу то все достаточно сильно зависит от этносов каких-то нас работает хорошо там те же самые ашкинастские евреи там точность 99 процентов 98 что такое мы это измеряли русского татарина тоже очень хорошо можно отличить мы там с относительно небольшой погрешностью человеку которого дедушка татарин скажем что он на 75 процентов русский а на 25 процентов татарин плюс минус пять процентов а это даже не погрешность это нормальная вариабельность это все работает русского от белоруса отличить гораздо сложнее но я бы сказал что в первую очередь из-за ограниченности данных по русским и белорусам они из-за того что это невозможно сделать да и русские тоже как-то отличаются но на самом деле об этом отдельно стоило бы поговорить я не знаю может быть как-то следующий раз ладно я покажу только одну картинку раз уж как как тизер у меня есть вот такая генетическая карта россии народов россии которые построены по генетике где вот вы видите каждая точка это геном человека и они формируются в кластеры да вот здесь украинцы здесь белорусы где-то здесь молдаване а вот например отдельный кластер кавказа вы видите что кластер славян на кластера кавказа вообще говоря хорошо отделяется и сибирь где-то там стороне ну а так чтобы еще перевести это в тематику вашего чатика которого где я так понимаю все сингл сала бы занимается в основном и любит юмэп это вот вам юмэп из 25 255 популяций со всего мира мы достаточно долго и кропотливо эту базу собирали в нее мы из разных разных источников датасетов публикации вытягивали людей их этносы и набрали по моему 35 тысяч людей здесь и вот сделали такой юмэп из людей ну и вы видите что какие-то популяции хорошо отделяются финны какие-то похоже вот европейцы часто перемешиваются это все на одном чипе было сделано на все эти популяции нет они были сделаны на разных технологиях на разных чипах кто-то был и полный геном и собственно основная задача была их сделать ну словно гомологическими с похожими и здесь как раз таки вот эта процедура импьютинга про которая говорил потому что у вас здесь тот смотрится . а здесь . б вы с помощью импьютинга восстанавливаете и там и там получаете точку c и вот уже по точке c их соединяете импьютировали восстанавливали сочиняли но в основном это чп очень да спасибо очень интересно а еще такой вопрос все-таки ведь мутации есть и внутри каждого человека вот даже лекция алексей абызов такой изъяло но он читал без стихи по лекции он рассказывал как они определяют по мутациям строят такое дерево клеток внутри одного человека что-то определяет на мутации внутри человека определение как-то происходит вот про эти мутации что-то как-то известно но насколько это мешает как бы вот всем всей этой истории вот но эти мутации определения клеток происходят но они происходят плюс-минус случайных участков генома и соответственно они будут в тех клетках где которые получились таким образом этот вопрос часто задается ну а что же вы надо как-то брать разные клетки и там для каждой клетки свой генетический паспорт скажем так отвечаем математическим языком пока что это о малое от всего того что происходит то есть этим пренебрегает мы считаем что геном человека вот он есть некоторые константы он постоянен и те пертурбации которые происходят на конечный эффект он не какого-то существенного эффекта иметь не должен это безусловно важно в онкологии когда делают биопсию чтобы понять и разобраться там с клетками и геном посмотреть это важно но это вот отдельная задача диагностики по отдельным тканям я в чате вижу вопрос давайте прочитаю вам можно ли поставить такую карту дальних родственных найденных по генам сожалению сейчас найденные дальние родственники просто большой список если более удобное отображение ну можно построить да у нас есть поиск родственников и там они просто выдаются списком мы думаем над тем как это еще по-другому можно визуализировать это вопрос в работе что-то с этим можно сделать до какого коленого родственников ищите кстати есть не секрет это не секрет но смотрите если говорить про родственников то начиная с четверо из пятиюродных братьев-сестер по современным днк тестом там уже все поколения смешиваются то есть четвероюродных от пятиюродных еще хоть как-то там с очень низкой точностью можно отличать а вот пятиюродные дальше их обычно просто говорят пятиюродный брат или более дальний родственник и все восьмая степень до получается 8 9 ну да чтоб такой только подальше наверно еще чуть-чуть больше 9 даже да но я не помню если третья степень это двоюродный брат то еще нам надо троеюрный четыре двоюродный брат четвертая степень нет двоюродная третья степень если они ошибаются такие не смешно пятиюрный брат от 9 степени нет двоюродный брат родной брат это 2 2 2 степень а двоюродный брат 4 получается ближайшего родственника ближайший родственник получается дедушка правильно ну или бабушка то есть общий ближайший общий родитель такой некий у тебя с два колена вверх и два колена вниз 4 там не все так как вы говорите но не судят не принципиально если говорить в поколении кто-то четвероюродные пятиюродные понял спасибо большое коллеги если еще вопросы спасибо большое еще раз за доклад спасибо